Вы знаете, как бы хорошо я не относился к гранжу, все же считается, что этот стиль довольно примитивный на фоне, скажем, гитарных запилов и сложных вокальных партий в хэви-метал. Но есть такие гранжевые команды, которые приятно удивляют. К таким относится тот же Soundgarden. Согласитесь, вокальные способности Криса Корнелла впечатляют. Мелодичность некоторых треков заставляет обратить на себя внимание. А это означает, что гранж гранжу рознь. И сегодня я вам расскажу об одной малоизвестной, но очень толковой группе в стиле гранж. Это группа PAW. Малоизвестная команда даже в рамках гранжа, что уж говорить о музыке в целом. Выпустила всего лишь два студийных альбома Dragline и Death to Traitors. И сегодня мы поговорим о первом из них, который входит в топ-15 моих любимых альбомов. У меня два издания. Первое выпущенное в 93-м году на лейбле A&M Records и переиздание 2018 года на лейбле Music On Vinyl. Но прежде чем мы перейдем к пластинкам, несколько слов о группе. Заранее извиняюсь за фото, группа настолько малоизвестна, что в сети найти их фото нереально. Тем более уж если говорить о качестве. Поэтому довольствуемся, как говорится, тем, что есть. Итак, PAW переводится LAPA. Группа из штата Канзас, образованная в 1990 году. В составе вокалист Марк с благозвучной фамилией Хеннесси. Гитарист Гранд Фитч. Басист Чарльз Брайан. И барабанщик Питер Фитч. Альбом Dragline вышел в 93-м году. Три хита Джесси, Бридж и Пенси стали саундтреком для игры Road Rash на платформах 3DO, PlayStation, Sega, Saturn и PC. И именно на 3DO я и познакомился с группой в далеком 96-м году. И будучи пацаном, сразу оценил эти три песни. Но в те нелегкие времена достать даже пиратский диск на небезызвестной горбушке было нереально. Поэтому писал с приставки на аудиокассету, чтобы слушать в плеере. Ну и кто там говорил, что я аудиофил? Вот с чего я начинал. Итак, на альбоме 12 песен продолжительностью 50 минут. Проходные треки, безусловно, есть. Да и, честно скажу, первый трек выбран, ну, не самый лучший. Уж точно. Поэтому не спешите выключать, а перелесните, скажем, на второй, третий, четвертый. Чем вообще ПАУ меня зацепило? Да, начинал я, конечно, с нирваны, так сказать, с иконы жанра. Но, послушав несчастные три трека с видеоигры, я был удивлен, что гранж бывает и многогранным. Послушайте тот же трек The Bridge, где меняется ритм, настроение, складывается вообще ощущение, что слушаешь уже другую песню. А нет, это все та же. И так случается на альбоме не раз. Вокал заслуживает отдельного внимания. Хеннесси меняется от откровенно агрессивного до чистого красивого голоса. Причем также в пределах одного трека. Итак, начнем, пожалуй, с оригинала. Качество конверта и полиграфии на высоте. Сзади трек-лист и информация об издании. Собственно, на этом все. К сожалению, никаких вкладок. Пластинка находится в чисто американском внутреннем конвертике. Сам винил красный, прозрачный, великолепного качества. Это тот яркий пример, когда цвет винила не влияет негативно на качество звука. Ведь многие верят, что черный винил лучший. Не всегда, но часто, конечно. В те времена умели делать качественный винил в любом цветовом исполнении. Альбом звучит великолепно. В меру жестко, по-гранжевски, в меру красиво. По амплитуде частотной характеристики нет дискомфорта. Чуть рисковато местами серединка и вокал, но в целом очень интересно. Динамика отличная, компрессии винил не убили. Качество массы на высоте. Шума щелчков и шуршалок нет. Но стоит заметить, что винил я купил запечатанным. Отличная читаемость на достойных головках падения качества к яблокам не наблюдается. И все бы замечательно. Издание тянет на все 10 из 10. Даже без вкладки. Но вот цена немножко пугает. От 150 долларов в приемлемом состоянии и до 500 в запечатанном. Ну, как по мне, для малоизвестной команды лихо. Но что делать, мало пластинок уже печатали к середине 90-х. Однако, я был приятно удивлен, узнав, что лейбл Music on Vinyl планирует переиздание Драглайн. Вообще, лейбл радует вниманием не только к мейнстрим-командам, а тот же Сверф Драйвер. Еще одну малоизвестную инди-команду переиздали. Кстати, тоже советую послушать альбом Mescal Head. Как-нибудь, может, расскажу о нем отдельно. Что у нас с переизданием? Качество конверта нормальное. Полиграфия, правда, судя по всему, взята с размера CD. Отсюда мыло. Внутри никаких вкладок. Пластинка в антистатическом пакетике. Винил черный, что, в общем-то, удивительно, поскольку лейбл частенько выпускает сначала лимитированный цветной вариант, а потом уже стандартный черный. А тут еще и оригинал-то красный. Как говорится, можно было и закосить. Ну да ладно. Что я очень не хотел бы на переиздание, так это мягкого, зализанного немецкого звука по сравнению с американским звонким оригиналом. Мои опасения, к счастью, были напрасны. Качество звука на переиздании практически идентично оригиналу. Да, звук немножко отличается в сторону простоты. Чуть меньше высоких, чуть меньше баса, чуть ровнее звук в общей картине, но все равно звук очень достойный. Благо, еще и динамику не убили. За качество самого винила тоже стоит сказать спасибо Music on Vinyl. Масса практически не слышна. Щелчков нет, других проблем тоже не замечено. Читаемость тоже хорошая, падение качества не слышно. А теперь внимание. Цена начинается от 20 евро, поэтому, на мой взгляд, переиздание заслуживает оценку 8 из 10. Это доступная возможность ознакомиться с отличной группой. Конечно, оригинал предпочтительнее для коллекции. Но не отчаивайтесь, кому жалко тратиться, переиздание действительно получилось отличное. Кстати, у меня в коллекции есть еще и два компакт-диска, причем не только первый альбом, но и второй. И нет, я не перешел на темную сторону, просто очень люблю группу. Более того, я еще приобрел 10-дюймовку Sleeping Bag, на которой есть три трека, которых нет на альбоме. И пусть они слабоваты, но все же. Друзья, у меня на этом, пожалуй, все. Пишите в комментариях, интересно ли вам вот такая вот рубрика о малоизвестных группах и альбомах, которые заслуживают внимания. Поддержите видео лайком и не забудьте подписаться на канал. Но самое главное, будьте здоровы. Счастливо! Счастливо!